Вот они, бальзамические тополя, которые, по ним особый, у них особый статус. Их сейчас обрезали на стол, кронировали. Прямо конкретно их? Да, да, да. Именно их. У них особый статус. Здесь особые виды птиц, именно в них гнездятся и водятся. Щегол черноголовый. Здесь описано 11 видов птиц вот в этом отчете. Отчет составлял автор Красной книги Москвы. Документы? Там много нарушений. Целое дело. Отчет составлял автор Красной книги Москвы. Ну, мы сейчас так же не расскажем. Я сейчас уже не понимаю, что это срывалось. Это отчеты, которые были получены, когда же с этим доложили. Сейчас тогда решим. Я сейчас так написал лично главный архитектор Москвы, мне его поможет разместить. О том, что комитет рассмотрел, рассмотрел коррективное обращение жителей домов 2, корпус 1, с 1, с 6, по большой череон, предложение о включении в состав природного комплекса Москва зелененной цветой по большой череонной воздействии, 2 лица общаясь. Но ранее указано, что школа должна была, школе отказали в связи с тем, что на участке произрастает большой количеств деревьев, более 400, и он отличается повышенной природной и инфляционной ценностями, а также принципиально учитывая в согласии за постами природопользования, комитет не возражает. Дану НИПИИ институту генклана Москвы поручение они выполнили, в 6-м году он включен. 2 года шла документальная подготовка, но вы сами понимаете, документы делают долго. А с 4-го по 6-й. В 6-м году он включен в состав природного комплекса Москвы. По компенсации из бицепс, где трансвайл-парк был, кусочек земли вынимали из бицепс природного комплекса, и обязаны были, где там 100% оставался состав природного комплекса, включить подготовленные, идущие на очереди территории. Вот наша территория по этой компенсации вошла в состав природного комплекса. Включаем. Сейчас я вам покажу эти документы. Значит, режимы, Екатерина, скажите, пожалуйста, режим 2, то есть там особые режимы ухода и содержания. Вот, смотрите, вот этот документ постановление 785-пп 10.10.6 о корректировке границ объектов природного комплекса. Значит, ну, если я открою, здесь, наверное, откроется, я вам просто покажу, нет подключения у меня, к сожалению. Здесь все плохое. А, все есть плохое. Ну, давайте я вам покажу, как иначе. А, ну, вот здесь открывается, смотрите, постановление, в аценте я вчера высылала, правительство Москвы 785-пп 10.10.6 года. И вот текст, касающийся нашего участка, вот здесь написано, что там, где Трансвальд-Парк, убирается, забирается кусочек, и в целях конкурсации земельного участка, изымаевого из состава природного комплекса, включить в состав природного комплекса, на обязательном юго-западе должен быть стопроцентный год. Большая Черемушкинская, владение 2. Образовать новый объект природного комплекса юго-западно-административного округа. 13. А сад, по большим делам, так называется сейчас, Новые Черемушкин, нет, нет, он называется там сейчас Ховная ограда, название, природный комплекс Новые Черемушкин. Ну, тогда, в шестом году, это постановление, ну, это постановление, сад по большой Черемушкинской улице, владение 2 года, наховую. Режима регулирования предстоятельной деятельности номер 2. Ну, это надо смотреть, вы увидите, что там особый режим. Земельный участок, это уже другой поле, адрес, значит, по нашему адресу это подготовительная часть. Знаете, не все будут, а можно? Да, останови, а сейчас, благодаря вашему сотруднику, Станислав, как его учится? Ребушинский. Ребушинский. Станислав, вы, наверное, знаете его, да? Ну, он, правда, на больничном, вы знаете, там, где-то вырубили, а вот дальше, которые стоят, еще нет. Вот, потому что они начали в воскресенье, в воскресенье мы ничего не могли сделать. Мы приехали там и даже земля, это у нас стандартная, когда-то у нас собственники, были один собственник, я тоже собственник в этом доме, и собственник вот этих деревьев, вот в этом доме, дом 2, комплекс 1, вот здесь, вот я собственник, и другие люди, собственники, в этом доме, и в этом... Примоминает участок? Участок у нас на кадастровый учет поставлены на другие границы, этот участок у... Это участок, природный комплекс СИЗА, Ланак-3нанц. Это ценность всего юг-западного административного округа. Конечно, это же городская, это особо... Это городская, природный комплекс. Здесь должен быть совершенно другой режим ухода, чем на дворовой обычной территории. Само с тобой. Поэтому мы к вам обращаемся, что восстановить памяти, значит, его никто не исключал из состава природного комплекса, должно быть особое отношение. Тем более, что у нас грамотные люди. Я архитектор, ландшафтом архитектором Дарву было последние 15 лет, член Международной Федерации Архитекторов. Екатерина, извините, я ваше отчество не знаю. Олеговна. Екатерина Олеговна, кандидат биологических наук. Специальности ботаника. Да, преподаватель вузел. Вот. Это достаточно серьезные специальности для того, чтобы понимать, о чем мы говорим. экологический активист города Москвы. Да, вот представьтесь Сергею, пожалуйста. Сергей Ильин. Значит, вот мы к вам называем разобраться. И вот у нас, значит, наша инициативная группа наших Домов-2 по Большой Серенышкинской улице написала заявление на имя директора. Сейчас я еще не считаю. Оксана Владимировна. Тема отказ от кронирования Тополей в природном комплексе ЮЗАУ номер 13А. Заявление на основании составленного нами акта, акт прилагается, вот он, акт, и к нему еще приложение. Это все передам. Значит, акта о нарушениях при подготовке и проведении работ по кронированию Тополей по адресу город Москва улица Большая Черемышкинская дом 2 корпус 1 и подписных листов собранных жителями домов по адресу Большая Черемышкинская дом 2 корпуса с 1 по 3 всего 64 подписи требуем отменить кронирование Тополей в природном комплексе ЮЗАУ номер 13А. Вот подписи инициативной группы, вот акт, вот здесь у меня приложение к акту о несоответствии порубочного билета пересчетной ведомости дендроплана несоответствия ситуации на местности я перечислю сейчас основные несоответствия один квадрат рядом с хоккейной коробкой там помечено кронирование два тополя диаметром 84 52 сантиметра а на месте произрастает только один тополь диаметром 76 по факту фактически несоответствие дендроплана и пересчетной ведомости фактическому состоянию это одно нарушение второе нарушение в квадрат рядом с трансформаторной подстанцией к кронированию как тополь помечено береза бородавчатая вот она растет напротив значит напротив угла под номером 16 написано что это тополь а на этом месте растет береза бородавчатая вот ее фотофиксацию ну и собственно вот эти нарушения то что спилили на столоб тополя на горке и нарушения еще оставлены сучки вот очень грубо и вот эти все нарушения нас заставляют вообще сомневаться в компетентности а у вас прошли в этом вопросе дайте дайте мне дайте мне сказать вопрос у вас ну ладно с институционным счетом там связано с построить или что-то сделать это ладно вопрос такой должно быть информирование значит вопрос такой это в ОПТ так Сергей можно я скажу я только утром читала ПП 743 и при проведении работ по кронированию обрезке должно быть информирование жителей на месте работы и на доступ объявлений рядом это обрежено правило это не информационный счет это информирование в произвольной форме объявления их не было и мы об этом тоже составили акт теперь вопрос в другом значит если у нас у нас должны быть кронирование от тополей производить арбористы да если арбористов нет так как у вас текучка очень большая везде в этих самых в жилищинке текучка большая да то они должны проходить курсы при префектуре юго-западного административного округа вот а есть ли у них справки этих курсов или нету давайте сначала разберемся такие справки если на стол обрезали на тополе повредили цифровой под контролем запилу они не просто обрезали да вообще бальзамическим не обрезали и вообще akov кстати повредили тополя еще лейтpus это они под вырв med под вымиранием понимаете то есть они уже не им абсолют и хочется влад角 владимир 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 люди безграмотные кухни Кроме того, что это комплекс природный, особо охраняемая территория, здесь не должны быть такие набеги, как лесорубы, которые на гремесину рубят, но за ними ухода нет. Как-то я в прошлом году летом у нас покос, мы в природный комплекс, но по травам в основном пошли, там редкие виды трав, редкие виды насекомых трав, у нас круговой. Но был покос очередной, я вышла разговаривать с прошлым техником, она вызвала на меня полицию. А у нас, кстати, зафиксированы краснокнижные растения, все зафиксированы на видео. Международная федерация, я с полицией. Да, и на нас они не только на видео зафиксированы. Смотри, секундочку, у нас все краснокнижные зафиксированы на видео, как, где и где растут. Да, Екатерина вводила экскурсии, это все выложено в Ютубе. Дело не в экскурсии, Екатерина Олеговна подала в департамент природопользования. Да, это было сейчас очень. И они получили в базу, в базу включены редкие виды краснокнижных, 11 видов растений. Мы сейчас про траву, правильно? Мы сейчас про траву. 11 видов краснокнижных растений у нас во дворе производят и непосредственно там, где вот под этими тополями, они растут. Они именно потому и произрастают, что тополя такие и все остальное. Если будет столб, не будет там ни насекомых, ни птиц, ничего. Это виды, по сути, широколесного леса, эти тополя им давали необходимую тень для того, чтобы они там растут. То есть это еще фактически статья уничтожения краснокнижных, места обитания краснокнижных видов. Вот это вот. Ну вот, а еще... Вы сами можете определить... Дело еще не сделано. Татьяна, дело еще до конца не сделано. Смотрите. Уважаемая, да? Порубочный билет выписан до 15 июня 2020 года. Вот тут... Такой уже закончился. Ой, 21... Нет, это... А, от 15 сроком на год. Он дается сроком на год. Здесь на год есть на два. Видите, срок действия один год. И здесь коронированию подлежат, поэтому билет 16 полетен. Там омолаживающий обрезок, кстати. А у нас осталось еще 9 живых, еще не убитых. Мы вас просим их спасти. И отменить порубочный билет. И отменить порубочный билет. Нет, порубочный билет. Вот жители собрали 64 подпишек. Мы два дня брали в домах. Мы должны знать, что на чем? Вообще-то у нас подписи вот за включение в природные комплексы. Да, он даже... Скажите подписи, отключение в природные комплексы. Не, ну понятно, подписи можно собрать с каждого жителя наших всех корпусов. Потому что и так, ищите в природные комплексы. Когда обращались на обращение, главный архитектор отвечает. В том числе и в партале. На обращение жителей. Я, может, не буду доставать? Конечно, я вам на свой. Да, да. Мы все пришлем на почту вам. Если вам не нужно, мы все это. Но это... В 1926 год. А какое дерево считается старым по годам? Ну, весы руки жизни, бальзамические... А? Нет, к чему надо задают? Нет, я вам очень хитро задаю вопрос. Поэтому его задают. Потому что вот тут, напротив дом, мы можем зайти за него и увидеть, как пятилетние тополя кронированы. Омолаживающей обрезкой. А им всего пять лет. А им всего пять лет. Ну, без головы. Делается работа людьми, которым абсолютно все равно. Понимаете? Остолопом, притом, кронированный. Остолопом. Это смерть и 60 деревьев, и 40, и 100. Смерть, да, в 60% случаев. Ну, в 60% случаев они не выживают. Вот это кронирование под стол. Да, после кронирования. Я понимаю, мы все понимаем, что за каждое кронированное дерево есть живые деньги, живые платья. Так как потом, когда дерево загнулось, заспил этого дерева, тоже живые деньги. Но мы призываем менять отношения. Мы призываем, и мы требуем. И мы требуем, чтобы жилищник со своей стороны тоже требовал у департамента аннулировать этот поручный билет. А кто его вообще... Выдаёте? Выдаёте, 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 выдаёте. По заявке... Да, по заявке... Заявка инженера... Подождите, а там есть выезд дендролога? В природном комплексе заявил... Заявку дала инженер отдела благоустройства, Креп, НИ, НА, ЛС. Она же на основании чего-то дала, а не просто сидела. Ну, она входили, наверное, они... На основании чего? В природном комплексе. Она входила на обследование. Обслуживая в природном комплексе. У неё есть соответствующее образование и статус? Давайте... Не-не, подождите, давайте я вам объясню теперь чуть-чуть человека. Сначала они подают заявку. Сюда должен приехать дендролог, обсмотреть эту заявку и решить, вы кронируете это дерево или не кронируете это дерево. Вот, это самое. Это вот первый вариант. Но, так как нам сказал Кульбачевский, что у нас не хватает инспекторов, и они как бы решают по фотографиям кронировать, не кронировать, да, как бы, и сразу же ставят печать и отсылают, то это получается липо. Ну, понятно, что каждый не может проверить. Но дело в том, что если есть один житель в корпусе, из шести корпусов, одна женщина напишет, что вы кронируете тополь, потому что мне летит ноль или у меня аллергия, на аллергии нет топола. Есть на пыльцу, который собирает, вот, тополиный пульт, да. И вот из-за одного жителя приезжают и вырубают целый комплекс деревьев. То есть мы все стоим... Вот неправильно сделан сам подход, потому что человек, живущий и дающий такую заявку, должен проверяться. Может, он съемная квартира, может, он мимо просто проходил. Вы понимаете, а страдаем мы... Даже если он и житель, что же у него... Люди разные. Абсолютное право перед тем, кто... Ну, извините, есть люди, у которых аллергия на березу. Все березу вырубать? Есть вообще аллергия на траву, как вот у меня есть знакомая. На все цветения. Да, на цветения все. Сейчас мы как-то все вырубают. Мы пытаемся сохранить хотя бы свой плачок земли. У нас это так уже Москва. С первым местом на девятый опустилось к озеленению. В мире. Поэтому мы пришли, бьем тревогу и просим отмена паровочного земли. Извините, а что вы можете сейчас... Давайте, что вы сейчас можете предпринять для решения? Давайте, в первую очередь, как вы думаете уже, то, что мы уже не оживим, да? То, что мы проделываем. Ну, хотя бы сейчас по... Нет, сохраним то, что есть. Обработать. Нет, смазан, ну да, с варочным варом. Ну, вар есть специальный... То, что вар – это полная ерунда. Можно я расскажу, что вар – это полная ерунда? То есть весной пойдет сок движения, и весь этот вар просто вынесет. Смотря какой вар. Вот такой какой. Есть вар вечебный, который на медпродуктах. Варом это уже не исправить. Секундочку, секундочку. Там нет, картина там состоит. Понимаете, есть некоторые... Вот кто-нибудь из вас, у вас там, кроме Рябушинского, разбирается, какие деревья надо варом покрывать, какие нет. Вот, у вас просто везение... Он сам был в ужасе. Он был в ужасе. Он был в ужасе. Он сказал, что это не дело. А все шишки на него первые. А все шишки пойдут на него. В соцсетях там его только приводят. Он симпатичный человек, он к нам приезжает. Он первокомпетентный. Он так, компетентный. Вот что осталось. Это от бальзамических тополей. Это вот то, что осталось от бальзамических тополей. Вы снимете вот эти документы и... А вы же не еще создадите все. Нет. Или вы дальше куда-нибудь? В природном комплексе, где вы не смогу отдать эту историческую историю. Ну, я для себя осмехил сократчик, который не получался. Ну, давайте так же зарегистрируем сейчас входящие, поставим номера на все наши обращения. Вот эти наши обращения... У тебя в два вида? Двух из зипляжей. Они сейчас... У меня одно заявление, а все остальное идет к нему приложение. Нет, просто надо было в двух зипляжей. Они на ксероксе поставят, что принято. Вот основной документ, я закрою в подписях, а остальное это к нему приложение. 64 подписи. Всего 64 подписи. Это было собрано за два дня просто. Потому что уже второй раз, когда приехали, обрабатывая деревья... Просто вопрос в том, что я не увидел ни в одном порубочном берете, чтобы было написано «остолоп». А «молаживающая обрезка». А «столоп» и «молаживающая обрезка» — это две равных вещи. Да, и у нас вот в акте... Можно я еще зачитаю из акта про то, что нарушение и несостыковки в дендроплане и пересчетной верности с фактическими целями на местности вы убедились? Лично я нет. Вы ко мне зашли? А есть фотографии? Мне для этого нужно понять тему. Мы можем съездить на местность. Покажем, пожалуйста, фотографии того, что на фотографии сделано. Хорошо, давайте на фотографии так. То есть вы размещали информацию на сетях, что я, скорее всего, увидел. Вот эти мастыковки, да, вот один из мастыковок. Я просто сделала специально, видите, таблички для наглядности. Они вот такие срезы. Чистенькие. Никакой гнили не возникает. Скажите. Теперь Людмилины фотографии срезов. Срезы деревьев. То есть вот здесь, вот он один тополь. Чистейшие, посмотрите. Здоровые деревья. Ну, разумеется, это вот бальзамические тополя, которые не должны гранили. Вот это подстанция. Вот она, подстанция. Вот на крольфе нее обозначили, что это тополь, да? А растет береза бородавчатая. Вот она, вот здесь подстанция. Я сейчас все зарегистрирую, ну и, соответственно, будем ждать отмены в облачных этих новых тополей. И последующие часы. Нет. Вот она, думаю, я ее вчера автографировала. Обрезали, я могу сказать, что обрезали. Обрезали, почему-то, пять тополей. Хотя на этом самом дендерплане помечено, помечено обрезки на горке четыре. Сейчас. Они здесь наказаны, понимаете? Они не знают. Вот, раз, два, три, четыре помечены. Здесь они пять обрезали. Вот, обрезали вот здесь. И вот здесь наказание. А вот, ну, вот это красиво очень остался. Ну, вот здесь береза вообще, да, это не об этом. Вот здесь вот тополь один, для этого свежих сантиметров. Вот здесь очень красиво. И вот здесь на углу. То есть они растут вообще вдали от дома. Они даже жителям в окна никак не лезут в свои крови. Нет, то есть осталось, это должно остаться. То есть осталось, это должно остаться. Конечно, поэтому мы пришли. Вы у нас заявление на будете регистрируете? Конечно, да, да. Мы пока сейчас все регистрируем. Мы просто, я на гостаря выходящий не делала. Нет, на личном приеме регистрируется сам принимающий. А, сам? Конечно. Я лучше поставил номер, ну, как у нас. А мы не можем, а где-то не, давай-то. Вы просто напишите на нашем иземпляре, что получено на личном приеме. И дату. А мы номер считаем. Да, я имею в виду, чтобы это все равно. Да, электронную почту, куда правильно сканировать. Да, серена, есть наш иземпляр? Есть наш иземпляр. Будет? Ну, вот пусть Владимир напишет, что получено на личном приеме. Вот. Вот наш иземпляр. А вы, собственно говоря, отдайте полностью комплект. А я вам просто отдам комплект. Так, вот на нашем иземпляре расписывайтесь. Что получено. Мне указали, куда я... А сколько документов получено? Посчитайте листок. Куда, куда дадите. Ответ. А. Вы инициативная группа, но... Так, да, простите. Ошиблась. Ручка. 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 А вы отдадите секретарю. Вот, на котором секретарю ответ, что ответ направит, да? Да. Вот, пишу. Почту. Не, не будет здесь. Я бы показала, вот в каких границах он вошел. Разрешите, я вашу почту запишу здесь. Потому что сейчас она у меня... Я вам просто пришлю на почту то, о чем я говорю, границы природного комплекса с комментарием. Да, сканируем документы и набравим. Нет, я просто пришлю, то, что я уже ресурналы оценил на один разный лето. Мы пришли на вашу личную почту. Да, на личном проеме. Ну, личную или ДПУ, же личную, которую вы дадите, ну, чтобы вы ее открывали. Так. Это у нас возведение о подписи. Угу. То есть, вот здесь, ксерапия. А фотография? Девять шесть, да? ДПУ один двадцать четыре. А, ДПУ один двадцать четыре, ноль два двадцать шесть. Да, подавка надо. Да, подавка надо. Ну, как бы, это Настя, в общем, почта. А как мне в вас там писать Аксюнова, да? Может, Маршайевну писать. А это кто? Я начальник отделов. Аксюнов, это заместитель директора. Ну, вот, видите, начальник отделов. Мы не вводим в обустройство, все их вводим. Ну, тогда мы вам поделим. Тем более, мы у вас на личном приеме, вы уже в курсе вопросов. Ну, спасибо. Так, ну, все, вот подписи, где-то оригиналы, где-то кофе. Ну, чтоб, в последний момент отдал. Ну, что, в последний момент отдал. Татьяна Зевна. Да, да. Так, вот. Вот это мы сейчас будем регистрировать. Первый, первый, я сейчас писаю, да. Не написал, знаете, полученный на личном приеме? Так, я написал на вашем ответственном приеме. На нашему директора получится на личном приеме. И даты, да? Так, даты мне написал. Даты надо поставить. Да-да, ну, вот так, да. Полученный на личном приеме, так даты. Так, а значит, какой мы обратный, скажем так, выход можем получить? Вот, потому что, понимаете, это же висит, да? Вот этот порубочный он висит над нами. То есть, каждый день, вот, Людмила, вот, Людмила живет окнами туда, на каждый день просыпается в 8 утра и смотрит. Давайте, в первую очередь, сейчас остановим, на первом этапе. Не есть, но они, не можете, да, ваше, ваше, дело в том, что просто социально напряженность сразу создаётся. Люди начинают ледничать, дёргаться, вставать, выбегаться. Само-со-со-со-со, вешний раз не на ночь волноваться. Да, тем более, вот собирать нас всех. За двойня, по ночам люди подписи собирают. У нас чат есть, понимаете, чат внутренний. Это всё очень быстро расходится. Всё быстро расходится. У нас тут, вот, обратите внимание, да, вот, подпись депутата нашим стоит, Ивана Смирнова, да? Он это всё держит на контроле. Он, как бы он наш садик... Порубали ни за что деревья теперь. Вот народ. Порубочный билет, когда был выписан? Порубочный билет, когда был выписан? Да. 21-го года. 21-го июня. У нас деревья можно коронировать до марта. Ну, они начнут с указания. Ну, просто они гарантии, как сейчас дадут. Вот. Но дело-то не в этом. Дело в другом, что... Здесь в резолюцию... Чего? Это было бы... Приходить. Приходить. Мы ещё вернулись и отслушались, и приедут... Да, мы будем... Подождите. Екатерина Олеговна. Да. Мне всё-таки интересно знать, как здесь будет закрываться порубочный билет, когда его закрыть нельзя. Я не знаю. Понимаете, в чём дело? И нету такой процедуры, как мне сказал Кульбачевский, о закрытии порубочного билета. Нету такого. Нет, я поэтому хочу и разобраться. Понимаете? Я хотелось в поспешной выводе делать и... Нет, я просто знаю, потому что я сам лично с ним разговаривал и сказал, говорю, а почему у вас нет процедуры, если есть, создалась какая-то конфликтная ситуация. Большая группа в лице вас, соответственно, поэтому и вы, как бы, заинтересованы. Нету. Вот процедура... Нету. Как вот так можно... Вот официально, вот, совсем окончательно аннулировать этот билет? Нету. Ну, вам, когда за кварпат приходит, у вас, ну, по счётчик состоит, правильно? Ну, вы же можете, в свою очередь, там, доказать, что вы, там, воды столько-то, да, или столько-то. То есть вы его можете аннулировать? Ну, попробуйте, можно. Я вам не могу сказать таких громких слов. Нет. Хорошо. А что будет, если у вас не получится его аннулировать, что нам тогда делать? Ну, давайте поживём, увидим. Нет, нет, давайте сразу разрешим вопрос, потому что я просто... Сейчас мы его не разрешим. Знаю результат, потому что я знаю, что Кульбачевский сказал, что аннулирование, нету такой процедуры. И не прописана она, да, как бы, аннулирование. Я говорю, ну, если скандал, если что-то произошло, если там не согласны все, там, дополнительные экспертизы проводятся, и всё равно дерево хорошее, а вы его хотите рубить. Он говорит, ну, не знаю, не предусмотрено это. Ну, пробовали? Ну, мы не пробовали, но мне сам лично Кульбачевский сказал это. Понятно. Просто я знаю, что у меня одни такие в районе, я общаюсь с другими тоже, с жителями. Сейчас главное написать вот здесь, чтобы иметь в руках размножить. Вот здесь как-то написать. И всем жителям иметь это в руках, чтобы показывать технику там же, которые... Так, а здесь, пожалуйста, кто чего размножить. Это не только в нашем... Если у вас получится, я буду вас везде рекламировать, что вот у этого жилищника появилось, получилось, а у других нет. Нет, сам... Я вам честно скажу, вот сам лично буду. Число вот здесь тоже поставьте, это о том, что вы приняли заявление, это о том, что вы все остановили. Вообще и так вот ваш жилищник академический славился только вот тем, что у вас хороший, классный садовник. Ну да. Вот, это честно скажу. Садовник ваш известен по всей Москве. Опа. И все завидуют вам, что он у вас работает. Это вот мои слова, которые вообще живет в другом районе. Поднимайте зарплату. Нет, серьезно говорю, потому что... Владимир Владимирович, ну вот сейчас вы кому можете передать вот то, что... Результат вот этого совещания, приема? Нет, в первую очередь мы сейчас донесем за участок. Технику, да? А начальнику участка? Непосредственно мастеру сейчас технику, и, соответственно, на начальнику участку. А если это отдельная территория, это разве принадлежит туда жилищнику или нет? Почему отдельно? Она входит... Нет, она на балансе находится у жилищника. У жилищника на балансе. Вы понимаете, произошла такая каша после того, как изменились режимы у нас, перестройка и прочее. Ну вот 2004 год, само собой, 16 лет. Нет, ну его никто не исключал из природного комплекса. Нет, ну да. У него актуальный статус. Конечно. Оксана Владимировна, когда я была у нее на приеме в июне, в связи вот с этими покосами с Екатериной Олеговной выходили, она говорит, ничего, я не знаю про природный комплекс. И мы накопали, я вот архивы подняла документы, я ей все переслала, она в курсе теперь уже. Ну вот это постановление, которое было по компенсации, ну в одном месте убывают, в другом должны обязательно. Да, да, да. Комплекс Юзао не должен ни на секунду, ни на сантиметр сместиться. Он должен быть, но уже есть подготовленные участки. Вот он в 2004 году был принят, подготовлен и ждал вот этой очереди, когда где-то там изымут, чтобы этот включить. Ну все это произошло и оно сейчас в силе, он в природном комплексе находится. И посылала я ей вот эту, что я вам пришлю, взяла вашу почту, там в границе вошли дома. Вот это предварительная была граница здесь вот в этом экологическом отчете. А когда уже принято решение было дома, они стоят в природном комплексе. Так вот на Ленинском проспекте в парке, в Нисквичном саду, там дом оказался. Но так получилось, что его прямо на территорию парка он считается в границах парковой зоны, да. Ну это такое просто дополнение, справка такая. Вот. А тут вот еще как будто в людях спрашивает, что временно это насколько... Сколько не спать вообще людям по утрам? Точнее спать, сколько можно? Неделю, месяц? Ну давайте не будем загадывать. Вы говорите временно. Временно это какой срок имеет? Ну а как-то еще что вам обычно? Нет, ну хотя бы примерно, до какого момента? Мораторий. Ну вот это все обследование какое-то будет нам понять. Правильно то, что... Вы понимаете, до окончания порубочного билета. Само собой до конца... До окончания порубочного билета. До следующего года, июня 21-го года. Это будет просто все придержанное... Нет, нет, это... Подождите секундочку. По идее, значит, после окончания билета вы можете спокойно спать. Да. Но это еще полгода. Ну еще, извините, еще полгода до этого. Здесь уже личные вот эти вот... Нет, даже не полгода. Март месяц, да? В апреле уже запрещено. Нет, они нам пойдут на встречу. Иначе мы вернемся. Просто я могу приглашать... И уже неспокойно придем. Если что... Ну вот надо людьми устроить. Мы с ней нормально общались. Мы заказывали куставники, деревья, посадку, да. И... Я не знаю, что произошло. Как так получилось, что, не выходя вообще, она... Она же могла проверить, она недалеко от нас живет. На жернику где-то там. Она... А, мы знаем, где она живет, да? Нет, мы знаем, она нас живет. Она училась на школе в 21-м, по-моему. Да, да, да. Ну, соседка ваша. Соседка. Отношения с ней были замечательные. Но сейчас я не знаю, что произошло. Почему вообще попали из природного комплекса деревья... В кронирование, да. И кронирование... Дальше уже все идет. Абсолютная безграмотность. И уже кронирование, омолаживающая обрезка превращается в кронирование под столб. С повреждением электропилой стволов. Это катастрофа. Вообще в порядке, что вот такие взрослые деревья нельзя? Вообще нельзя. Нет. Взрослых деревьев нельзя. Бальзамические тополя сколько лет? Они стоят. Никогда они не подвергались. Берлинские тополя странировали. С них ничего не падает. Никакие ветки. Это более устойчивая порода. То есть, вы спилы вот видели? Они абсолютно чистые. Свежие там ни гнили, ни червоточинки. Ну, начнется столько движений, и это все будет. Это уничтожство. И все наши краснотнежные виды, там вот это, как она называется? Похладка. Там колокольчики. Но там просто поле похладки. Клокольчики, похладка. Поле. Поле просто хохладки. Красоты необыкновенное. Сиреневое поле. Резные ожирные листья. Там вот это все растет под этим. Полоточки там несколько видов. Краснокнижных колокольчиков. Кроме одного, Екатерины. Три вида. У нас три вида краснокнижных. У нас широколистый, раскидистый и крапиволистый. Они все в красных листьях в Москву. Там рядом растут. При вот этой растительности все это живет. Это единый, как это называется правильно? Единый. Комплекс. Комплекс. Ну он так и называется природный комплекс. Единая система. Симбиоз. Симбиоз. Можно назвать. Симбиоз. Когда чего-то не достают. Био-гео-циноз. Ну это мы по ботанике уже пошли. Глубоко. Глубоко. Это просто то, что существует. Это правильно. И сейчас обреженные условия должны быть соответствующие для того, чтобы там вот эти растения. Недостаток синих, охладка не будет. А там поле просто. Представляете? Вот сейчас краснокнижный вид просто вымрет. Вы понимаете? Да, потому что это вид лесной, а там она оказалась там. Сейчас она будет на голове. Это для нас с вами как бы тополя одинаковые, да? Как бы все на размер. Они пять видов у нас тополей в Москве. Ой, у нас, Серёж, у нас не пять видов. У нас их гораздо больше. У меня просто коллега на красе, ты профессор. Она как раз занимается тополя. Вот. И у нас их не пять, а двадцать пять, и даже тридцать. Ну уже скрестились там они друг с другом еще до кучи. Вот. Но они спрещиваются, но эти-то они посажены давно. Но, а тисанин профессором автором в России, в России, в Москве, вот, то, что я вам показывала, там написано, бальзамические это поля. А дайте, а дайте я ставлю свою занозу. А вот интересно, а вы знаете, как можно отличить это самое, борщевик Сосновского от борщевика Сибирского? А зачем тогда срубили борщевик Сибирский, который скоро тоже войдет в Красную книгу? Вот недалеко, а вот на Большой Черёжевской улице там стоял рос борщевик Сибирский. И его уничтожили. Вот. Я Владимиру Алексеевичу показываю. Встречащие все такие вот. А вот у меня есть такой вопрос. У нас в Сибири тоже ставили... У Сибири, он вообще на Крахе лист? Сейчас смотришь. А, вот он, вот он. Сосновский просил, чтобы заранее предоставить порученный билет на наш двор, который есть вообще. Да, вот только эти вот. А мы сейчас хотим узнать. Представлять в каком? Показать. Специалистов. Ты не свяжешься от того? Не, ну, я имею ввиду, когда вы соберетесь и так далее. Вот мы собрались. Прям вот сразу? Прям сразу. Мы хотим посмотреть все порученный билет, который вообще на наш двор запланирован. Да, потому что Геннадий Делегировал этот вопрос тоже подняет. Нет, просто мы сейчас пока вас ждали, мы отошли в сторонку, и вот за домом мы увидели порубку молодых совсем тополей под ноль, да, то бишь остолопом. Ну, может, у нас хотя бы что-то срубить. И это убийство просто дерево. Срубили, которое никому не мешало. Тоже под доносом какого-то беспокойного, непонятным с чем жителям. Она вообще в массиве росла. Она никуда не падала, она росла на газоне. Ну, такая же история, как на заповедном лугу. Там тоже лежала ива на лугу, и у нас также лежала ива в массиве деревьев. Там не было никакой проезжей части, она вот в массиве посередине лежала. Но по формальным признакам, что угол наклона по 45 градусов, ее срубили. Но это только над проезжей частью, а они в массиве спелили. А они срубили в массиве, но по формальным признакам, да, ну действительно угол наклона. То есть каждый может подать заявку и вырубить весь район. А если судить по 743, как вот вы говорите, а вот меньше 45, значит все, вырубаем, да. То мы можем тоже с нашей стороны от вас потребовать. Это поливание газона раз в три дня по 743 постановлению ПП. По шунтированию газона раз в полгода, да. Который косится раз в три дня, да. Как будто партерный газон или обыкновенный газон, да. То есть там тоже можно потребовать очень много вещей, которые никто не исполняет. Давайте общаться по этому. Вот. Нормально. Ну вот, я вам про что и говорю, да, как бы. Мы вроде общались нормально с Людмилой, да, общались, общались, а потом вот получили такую от нее просто оплюху. Порубочный билет в природную комнату мы предоставили летом на два приема. Давайте посмотрим порубочный билет. Да, сейчас можно его увидеть порубочный, действительно. В данный момент ее нет. Нет, мы хотим порубочного увидеть. Мы уже все поняли. Я еще раз говорю, у нас специалист, который занимается документацией, вся лежит у нее. А вы можете сейчас с ней созвониться? В данный момент нет. Остановите. Я даже не смогу. А как так может быть на совещание, если у вас сегодня приемный день? Приемный день у меня и у замдиректора. Знаете? Ну понятно. Людмила, сотрудница в этой комнате, она сказала, что... Я не смогу найти по той простой причине, потому что все это упало. На территории, я сказала, на территории. Ну ее нет. Одни говорят на территории, другие говорят на совещании. Да, какое-то расслабление. Скрывайте вы ее. Неважно. Суть в том, что человек отсутствует. Понимаете? Хорошо. Я не то, что это скрываю. Сколько нам ждать этого человека? Ну, подожди. Вы можете нам ждать? А когда приемные часы? День? А, кстати, да. Когда у нее приемные часы или день? Давайте договоримся просто. Давайте мы в следующий раз, когда она будет на месте, мы просто подойдем и обсудим. Давайте договоримся, конечно. Ну да. Непосредственно в начале. Значит, вы можете нам обещать, когда будет следующая встреча, вы обвезете ее здесь? То есть, проблем только надо заранее. Да, ну заранее, конечно. Я в следующие четверки не могу. Нет, почему четверг? Отделы работают же каждый день. Давайте... Ну или какой-то график. Да, да, да. Давайте на завтра договоримся. На который час? Давайте в десять часов. Татьяна Львовна. Да, да. Когда? Завтра в десять утра. Далеко ехать вам сейчас? Или как? У меня, конечно, такая сейчас запарка там. Давайте договоримся. На работе. Ну... Смотрите. Извините. Вы... Вы... Ну, могу я... Да, да, конечно. Смотрите, значит, в разных местах сирокалисты на широколесные деревья. Сормираемые столы после пола. Основные сольные небольшие деревья. Вдоль пешеводов асфальтовой дороги растут крупные тополя с диаметром сала больше 80 сантиметров. Среди насаждения единичными экземплярами или небольшими группами встречаются листы, сосна обыкновенной, прочее, веймутово, сосна, осина. Это, кстати, Людмила, вы просили. Вот это прямо отсюда. С текстом можно взять. Дальше. Представленная на рассматриваемом участке растительность, мы представляли на включении природных комплексов. Паре диплитиков предназначенных природным растительным формациям, о чем свидетельствует обитание гнездования здесь некоторых лесных и опушечных видов птиц. Во время отследования на участке встречен кормящийся на луговых травах выводок щеглов, щеглов черноголовых и краснотмежных растений. В густых кронах деревьев отмечена черноголовая славка, а среди кустарников и высокотралия садовая славка и весничка. Здесь гнездятся также птицы, характерные для городских парков. Это большая синица, лазорьевка, белая трясогуста, полевой воробьевка. Всего 11 видов птиц. Там где-то в тексте это есть. Но суть в том, что признаки природной растительной формации, никакие обрезки, то есть мы поэтому и вошли. Если начинается обрезка, начинает все как бы лететь. Деградина. Круг замыкается. Круг замыкается. Травы краснотмежные, как они называются, хохлатки. Вымирают птицы, кроны нет, нечем питаться. Да, там же вся кормовая база, все эти гусенички, там все это. То есть если это не природная, у нас природный комплекс. Он включен в состав природного комплекса. Там никакие обрезки, никакие покосы, потому что иначе кормовая база птиц уходит. То есть замкнутый цикл. Я вас прошу, вот это надо обязательно снять, отснять и вам иметь вот этот отчет. Он коротенький, небольшой, на основании этого экспертного отчета. У меня в этом заявлении будет достаточно понятно. Поэтому у вас может быть почта есть. Почта есть. У меня вот это вылицо на увидите, к сожалению. Нет, ну это просто хорошо сканировать. Мы это все делаем. Так, давайте подведем этот итог. Да? Когда мы встречаем с этим, милый, ну и с вами, чтобы посмотреть в поробочный билет и всех фотографировать на наш дворный, прорайон. А для чего? Мне фотографии, вы скажете, посмотреть. Пофтографировать зачем? Нет, ну это не секретно. Нет, давайте о встрече. О встрече, которая должна... Нет, вы начали с того, что... Тетенька прийти. Мы хотим посмотреть ваши соседи и так далее. Давай, посмотри. Я могу перетислить в блокнот. Нет, ну вы ксерокопию можете снять, но не обязательно фотографировать. Это не секретная информация. Мне кажется, это не секретная информация. Нет, она не кажется, она не секретная информация. Тут нечего казаться. Это информация не секретная. Любой человек может поробочный билет получить, разумеется, сделать ксерокопию. Ну, тогда подойдите, скажите. Хорошо. Для этого не надо запрос депутата. Когда и во сколько? Нет, мы можем у запроса организовать и решение оставят депутата. Нет, но запрос я вам тоже могу сделать под депутат, а в Мосгордуме все хотят. Но этого не надо. Это абсолютно не надо. Понятно. Кто у вас депутат? Ну, покажите нам. Во сколько? Вот такой день, во сколько? Это Мосгордума. Завтра в 10. Я советую. Мосгордума. Всем удобно завтра в 10 смотреть поробочные билеты. Если Татьяна Львова не сможет подъехать. Мне не обязательно, наверное, да. Ну, мы можем сходить с подиумом. Необязательно. А он мой друг. Так что еще проще. По поводу того, что были включены виды краснокнижной базы департаментного использования, я это отсылала вам на почту с лишних, по-моему, отсылала. И не просто луговой, а луговой разнотравный. И это тоже, да. Но это право уже офисально будет вносить в билеты. Это будет проще. Это было бы проще. Да. Да. Татьяна Львова не хочет вообще. Так и не надо. 999-й у нас теперь. Дело не в том, что все. Мы все культурные люди тоже общаемся нормально. Просто здесь больно много умных в этом квартале. Хорошо. Дело не в том, что действительно эта территория особая. Ну тогда не надо, как скажем так. Лучше вообще не заходить. Оставить ее дикарем. Да. Так она так и включена. Вот я вам сочетала. Естественная природа. Что читать, я не умею их понимать. Просто никак нельзя бить в людям, что экология – это наше будущее. И ребенок первый замечает нарушение экологии, и онкологическое заболевание может получить всегда. Да. Из-за того, что мы рубим деревья, косим траву, иммунитета нету, и все пошло-поехало. Так что первым делом нам, родителям, надо думать о поколении, поколении, которое подрастает. Они ниже к земле, и они больше получают вот этой гадости, чем мы. И собаки тоже самое-то есть. То есть у нас тоже получается так, что у нас мы всех животных подводим под монастырь, и детей наших подводим под монастырь. И жалко, у нас нету в стране такой причины, как косвенная вина. Вот мы, если мы сейчас не защитим, мы будем косвенно виноваты в смерти тех, 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 тех людей. Здесь, Владимир, у меня вот одно замечание, что когда бывают, наверняка бывают такие заявки от жителей, которые, может быть, на первом этаже загоражат деревья раз, может быть, мешает трава и просят покосить два. То есть листики бабки. Мы убираем листу. В общем, не убирать листу, но регулярно. Убирают. Убирают. А в природном комплексе, тем более, она должна оставаться, иначе там нигде зима. Растилки не будет, да. Растилки, да. Вот просто для вас легко, легко отвечать на такие заявки, что территория включена в 2006 году. Какая-то дата, таким постановлением. А в природный комплекс Москвы, режимы охраны номер два, значит, не разрешено, там, то, то, то. А главное, что, вот смотрите, ваш район еще может хвалиться тем, что еще вот, вот еще ваш район может хвалиться тем, что вот во дворе девушки, которые здесь проживают, да, и вторую девушку, которая проживает, да, у них там есть штисяк, который в Москве уже давно нету. Такой червячочек, который делает, ну червячочек многоножка, да, как бы, которая делает гумус для земли. Это вот, они сейчас, зайдите на авиту, стоят 100 рублей штука. И птицы кумятся. Никому не говорите. Я их сейчас уже в Москве-то не найдешь. Не найдешь. У нас сразу, да, начинается. Это будет обратная ситуация. А как бы у вас проводить, вот как вот можно на базе жилищника проводить какие-нибудь лекции для жителей по поводу, для чего нужна листва, для чего нужна трава, для чего нужны паучки и червячки. Да, как бы. Я думаю, все-таки в районе вообще, ну, у нас у права есть районы. Они больше, ну, в социальной жизни людей, да, мы все-таки нет, ну, и для ваших сотрудников тоже, чтобы они понимали, что они делают. Жилищник, они все-таки исполнительные. Ну, все равно. Но одно дело исполните по одному, другое дело исполнит по-другому. Они, например, кучок сошлись правильно, они же этого не умеют. Вот это другое. Нет, здесь лучше просто не прикасаться, потому что здесь указано в отчете, что это природная формация, то есть признаки, вот, признаков приближающихся, даже приближающихся, хотя у нас там никогда ничего не транировано, всего лишь приближаются к природным растительным формациям, о чем свидетельствует обитание, гнездование. Ну, это мы уже знаем, да? Делать не в этом. Мы сейчас поговорим о другом. Вот. Вы не могли бы вы от себя, вы же сделали бы хорошее себе дело, если бы предложили управе такие вот лекции, да, как бы? Предложить предложил, но инициативу все-таки от жителей, мне кажется. Ну, это понятно. Но готовы люди выступать и готовы рассказать, почему эта божья коровка живет здесь, а не там, да? И что она делает вообще? Какая она? Вот многие же не знают, что божья коровка, да, там всегда говорят, божья коровка унеси на небо, принеси мне хлеба, да? Они тоже не знают, что она хищник самый страшный. Ну, не самый страшный. Просто хищник. Она хищник, еще какой хищник? Ну, она и хищник. Вы знаете, там ничего ведь лишнего нет. Ну вот, она очень страшная. И, кстати, вот божья коровка ест тополиную моль. А вы знаете, что лекция вот была, я слушала в 80-е годы, я уже человек антикварный, лекция на биофаке МГУ, значит, была совместная работа биофака и Тимиряйской академии о пользе тополиного пуха. Извините, я скажу эти пару раз. Да. Значит, что тополиный пух в период цветения ассорбирует тяжелые металлы, цинка, свинец. В 2-3 раза больше воздух очищается от тяжелых металлов. Это раз. И улавливают радионаклиды. Радионаклиды даже улавливают. То есть в несколько раз, ну тоже какой-то там порядок, цифра какая-то. Чище воздух, радиационный фон. Логично. Ну это да, это все логично, это все правильно. А так вот я почему... Но это дело в том, что это не просто выводы людей, правда, шатающихся. Это научная работа. Научная работа совместная была биофака и Тимиряйская академия. Нет, просто вопрос это к тому, почему я так говорю. Потому что очень многие не знают до сих пор, что, например, в тополиной море все говорят, вот она обитает в листве, как говорят в наше телевидении. Да? На самом деле это чистое вранье, самое натуральное вранье, потому что оно никогда не обитает. Вот в листве как раз обитают жучки и паучки, которые кушают эту тополиную моль. Да, и эти статьи доступны очень. Понимаете? Вот их уничтожают, а тополиная моль развивается, потому что она растет, живет в коре, или на чердаках домов. Ну, на стенах и в третьем возле моль. Да? Понимаете? То есть, убирая листво, мы уничтожаем хищников, которые едят эту тополиную моль. У нас, кстати, узнают, когда снегири делись. Моли делись. Снегири. А, снегири. Вот снегири, кстати, пропали в Москве. Кстати, вам откроют тайну, дымовые боробьи даже пропали в Москве. Ну, это уже не очень мало. Степные, сейчас вы это видите. А дымовых, как таковых, уже нету. Да. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok